Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть Demon's Souls. Я так и не смог получить диалог об Йора на этом персонаже, поэтому пришлось загрузить моего другого персонажа, и там этот диалог с Бьором мне все-таки вытянуть удалось. Но ничего сверхъестественного в этом диалоге нет, выясняем, что Юрию мучают чиновники под предлогом некого очищения. Сначала посетим Томаса. Заберем у него сет чиновника. Отремонтируемся, хотя у нас практически все целое. Ну что ж, пора уже идти спасать Юрию от пыток в Балетарию. Вот эта башня. Мы уже посещали ее в прошлой серии. Даже не один раз, пытаясь выбить показания из Бьора. Кольца, которые лежали здесь на убитых женщинах, я уже собрал. Возможно, это тоже были ведьмы, которых здесь прочищали. И теперь нам нужно одеть сет чиновника. Беспалево я так и переоделся в него. Мне кажется, мне немного не хватает массы, чтобы полностью соответствовать чиновникам. Трава нового луния. Рычаг больше этот дернуть нельзя, чтобы поднять лестницу. Да и не нужно нам это. И вот наша Юрия. И пока мы в сете чиновника, она с нами не очень желает разговаривать. Кругом все в кровище. Ну что ж, увидимся в Нексусе. Ладно, давайте уже обратно оденемся. Не будем здесь больше никого пугать. А, hello there. Вы спасли от этого пугать. Постой оттенок. Постой оттенок. Постой оттенок. Это не может быть бездетно. Бьер благодарен нам за спасение ведьмы. И претилась она вот здесь скромно в углу. И она тоже может нас обучить магии только темной. И здесь у вас будет дилемма, потому что она и Фрэки используют одни и те же дужи, чтобы дать вам разную магию. И она нас предупреждает о неком Юрте, что он очень опасен. Да, Юрт это аналог Лотрека в Demon's Souls. Да, ее магия не совсем обычна, но в то же время она очень сильна. Может нас обучить магии поджог. Магия души демона, известного как Стальной Паук, создает мощное пламя на кончиков пальцев заклинателя. Простейшее заклинание огня. Но я бы не сказал, что оно простейшее. И самое чисельское заклинание в Demon's Souls это Огненный Шторм. Магия души демона, известного как Драконий Бог, создает вокруг заклинателя Огненный Вихрь. Обрушивает на врагов разрушительную силу великого драконьего бога, чье пламя никому не удавалось укротить. Тратит аж 100 маны. Но что самая интересная фишка Demon's Souls это то, что у магии нет никаких требований, кроме как количества маны. То есть в принципе если есть достаточно очков маны, то эту магию может колдовать кто угодно. Единственное, что конечно дамаг будет разный, если слабо прокачена магическая сила. Итак, давайте изучим Огненный Шторм. Можно сказать, что ради него мы и освобождали Юрию. Ученик Фреки. Ничего нового. Так, ну ладно, с Юрием мы разобрались. В принципе у нас уже практически все NPC, которые только могут быть в Нексусе, за исключением двух не очень хороших. И кстати давайте еще посетим Лоскутика. Потратим все души на траву. Пусть будет. Хотя возможно надо было купить пряности. Хоть они у него не так уж и дешево стоят. Вернем наш серебряный венец. Да, я взял Огненный Шторм, но забыл его поставить. Подготовить магию можно у кого угодно. Огненный Шторм занимает сразу аж три ячейки. И теперь уже можно идти добивать Светилища Штормов. Светилища Штормов. Светилища Штормов. Пусть будет. Светилища Штормов. Светилища Штормов. Похоже, ритуалы, которые здесь проводили, были не таким уж и чистыми. Я еще забыл забрать траву. Кстати, надо надеть кольцо, чтобы мне было менее заметно. Больно. Здесь, кстати, кольцо неплохо помогает. Итак, скелетоны. Хватает одного тычка. Можно, по идее... А, ну, уже не можно. Но не всегда. Улетел, не успел его даже добить. И здесь два скелета, на которых можно испытать нашу мощную магию. Не всегда, конечно, так удачно получается, но... Да. Так вот просто становится играть Demon's Souls. Главное успеть ее кастануть. И еще главное запастись пряностями. Ската нас не видят. Здесь у нас сейчас будет очень опасное место. Наверное, самое сложное. В четвертой локации. Здесь заныкана трава. Здесь тоже тени. Но это не обычные тени. Они здесь могут... Колдовать. И к тому же они... Так стоят, что их тяжело обижать. Но все-таки лучше их оббегать и... Здесь, в закутке... Прячется жнец, которого нужно убить. Главное самому не упасть. И после этого все призванные тени умирают. Оставил ли он что-то там наверху? Похоже, ничего не оставил. Многие, проходя эту локацию, даже не знают о том, что здесь есть этот жнец. Бегут вперед и убивают духов и не понимают. Кого нужно убить, чтобы эти духи перестали появляться? Вновь и вновь. Но убив жнеца, вы убиваете в этом месте не всех. Здесь можно увидеть арену, где мы будем сражаться с боссом. И вот непосредственно сам босс этой локации. Вот этот вот огромный распятый воин, тело которого уже закаменело и вросло в стену. И те два предмета, это на самом деле ловушка. Там находится обычнейшая трава. Самая первая. Ну, защищает ее две невидимки. И если вам не нужна обычная трава, и вы не хотите умереть, то можете просто пройти через туман и идти дальше. Ну, давайте я вам все-таки покажу, с чем вы можете здесь иметь дело. Дело в том, что эти невидимые твари, они очень любят делать бэкстэбы. Вот, да, вот о чем я и говорил. Обычный их урон не сильно велик. Ну, относительно невелик. Но вот бэкстэбы меня не снимают хорошо. Да, и здесь просто трава полумесяца. Так что, если не хотите испытывать свои нервы, просто пройдите вперед, и они тогда просто не появятся здесь. Здесь просто пробежка. С кольцом вас не должны заметить. И, можно сказать, финишная прямая. Лучше подлечиться. Здесь еще будет пара теней. И узкие коридоры. Бежим быстро на тень, и сворачиваем налево, и как можно быстрее убиваем жнеца. Потому что, если этого сразу не сделать и отвлечься на тень, то жнец вас, скорее всего, убьет. Собираем камушки. Ну, что ж, мы, наверное, прошли самое сложное. Как я уже говорил, самая большая беда этой локации, то, что здесь нет никаких шорткатов. То есть, если вы умрете, то вам придется проходить всю эту локацию заново. И поэтому, чтобы не рисковать, я рекомендую обследовать это место после того, как вы убьете босса этой локации. Липкая белая слизь. Вот эти вот летающие шарики очень опасные. Они очень мощно взрываются. Поэтому не падаем вниз. Как раз те самые воды, где обывали тела умерших героев, перед тем, как совершить с их телами некие ритуалы. И мы заходим к боссу. Здесь у нас лежит душа легендарного героя. Похоже, именно вот в таких вот ваннах они бальзамировали тела. А судья, которого убили до этого, как мы узнали, он был людоедом, еретиком. Отсеивал неугодных. И, похоже, тех, кого он отсеял, он съедал. КОНЕЦ И босс, старый герой. Очень странный, на самом деле, босс. Особенно, если у вас есть кольцо вора, то убить этого босса вам вообще не ставит никакого труда. Он слеп. Он реагирует только на шумы. У него есть несколько достаточно опасных атак. Но, если действовать аккуратно и не лезть на рожон, то можно его убить вообще в каких-либо проблем. Например, вот такая у него, так как есть в прыжке. Так же он может воткнуть свой изогнутый меч в землю и сделать АОЕ-шку. При этом локация достаточно большая. И также здесь есть много мест, куда можно вообще спрятаться. Оббежать его. Да, может быть, когда-то этот старый герой и был героем. Ух. Но сейчас он, по сути, бьется с воздуха. Давайте посмотрим, сколько ему сносит огненный шторм. Да, огненный шторм сносит ему тоже не слабо. По идее, можно убить его вообще безопасно. Если 2-3 раза кастануть рядом с ним, он и шторм. Старый герой, давай сделай хоть одну АОЕ-шку. Да, атаки у него очень мощны. И если у вас мало жизни, то попав в сильную атаку, можно и практически ваншотнуться. Да, локация сама по себе сложная, но вот босс очень прост. Как бы компенсируя то, что дойти до него не так-то просто. Но зато если вы до него дойдете, то, скорее всего, вы его убьете. Здесь также можно видеть еще такие вот статуи. Возможно, они тоже принадлежали когда-то каким-то огромным существам. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы боссслабиться Душа демона-героя. Итак, давайте читать. Основной лор, который здесь можно черпать, это как раз из описаний обелисков. Обелиск демона, известного как Старый Герой. Останки героев омывали в светлых водах и приносили в жертву королю штормов, чья свита затмевает широкими крыльями неба. Не представляю, как останки можно было еще приносить в жертву. Да, вот такой вот этот был народ теней здесь. Они переносили тела героев в жертву некому королю штормов. И давайте сбегаем в Нексус. Сами знаете для чего. У нас есть 50 тысяч душ. Давайте сделаем 30 жизней для ровного числа и подкачаем магию. И пора совершить суицид. Я самоуничтожился, забрал свои души. Давайте закупимся у Лоскутика, наверное, свежими пряностями. Да, в Латрии их можно купить дешевле, но мне лень туда бегать. И возвращаемся на алтарь штормов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!